Это была борьба погоды и дрифта. Это было холодно, мокро и все равно драйвово. Это был первый этап Восточноевропейского чемпионата по дрифтингу. 35 участников из Беларуси, России, Украины, Литвы и Латвии собрались в аэропорту Минск-1, чтобы продемонстрировать мастерское вождение автомобилем и выявить лучшего дрифтера. По традиции, все началось с парада участников. С погодой, конечно, не повезло. Дождь, сильный порывистый ветер не значились в программе мероприятия. Все мы ждали красивого шоу, но мокрый асфальт не позволил гонщикам продемонстрировать всю мощь своих автомобилей. Заезды проходили на меньших скоростях и углах атаки, потому оказались не очень зрелищными. Стоило только дрифтерам просушить трассу во время тренировочных заездов, как дождь тут же решил заявить о себе вновь. Но разве болельщиков чем-либо испугаешь? Они знали, зачем пришли. За ярким зрелищем. И без этого не собирались уходить. Безусловно, управлять автомобилем в заносе на мокром асфальте хуже. Мало кто из участников обошелся без разворота. И все же погода жалилась над любителями дрифта. И решающие заезды прошли, как и подобает с дымом от сожженных покрышек. Из 11 белорусских участников в топ-32 пробилось только 7 гонщиков. В топ-16 представительство белорусов снизилось до двух. Александр Ананьев и победитель логойского дрифта Алексей Вишневский. Последний и попал в топ-4. Однако выход в финал белорус проиграл и сражался за третье место с представителем Санкт-Петербурга Иваном Куренбиным. Удача оказалась на стороне представителя России. Но и четвертая позиция белоруса среди серьезных соперников достойна уважения. В финале сошлись представители Украины Дмитрий Илюк и Алексей Головня. Победителем первого этапа Восточноевропейского чемпионата по дрифтингу 2012 стал Дмитрий Илюк на автомобиле Nissan 200SX. Дмитрий Илюк на автомобиле Nissan 200SX. Первый этап Восточноевропейского чемпионата завершен. Это была очень сложная и непредсказуемая гонка. И тем не менее она прошла на достойном уровне. О подробностях проведения следующих этапов вы можете узнать на сайте автоспортбай.